Девушки отдыхают На самом деле, готовлю я вкусно и разнообразно, но вот делать что-то руками, заворачивать какие-то пирожочки, лепить варенички, получается все далеко не с первого раза. Вкусно, но не очень красиво. Поэтому я люблю ленивые рецепты. Мы уже делали ленивые вареники, сегодня будем делать ленивые голубцы. Для приготовления ленивых голубцов нам понадобятся рис, яйца, морковь, капуста, томатная паста, лук и фарш. Для начала ставим варить рис. Процедура, думаю, вам известная и достаточно долгая, именно поэтому мы поставили ее в самое начало. Теперь берем листья капусты и запариваем их в кипятке. Не варим до кашеобразного состояния, а запариваем до хрустящего аль денте. Капуста нам нужна. Ну какие же голубцы без капусты? Не бойтесь, мы ничего в них заворачивать не будем. Запарили. Теперь вырезаем вот эту вот самую жесткую центральную часть и нарезаем капусту полосками, как на салат. Парам-пам, я же обещал, что мы ничего не будем никуда заворачивать. Нарезали, отставили в сторону. Теперь нарезаем кубиком лук. Мы взяли крымский. Почему? Потому что он самый сладкий и потому что Крым это Украина. Морковь нарезаем полосочками, достаточно тонкими. Пришло время готовить супер-пупер зажарку на все случаи жизни. Растительное масло на сковородку. Нагреваем. Обжариваем лук до золотистого цвета. Теперь добавляем морковку до полуготовности. А теперь добавляем томатную пасту. Вуаля! Подобное же, кстати, идет и в морщ. У нас там рис уже должен был отвариться. Вот, доставайте его. Теперь в этот рис добавляем фарш. В фарш добавляем нарезанную капусту. Нашу зажарку. Теперь разбиваем широким жестом яйцо, соль, перец и замешиваем. Замешиваем фарш для ленивых голубцов. Следующий шаг – это мы формируем наши ленивые голубцы. Теперь эти котлетки мы обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Ну так, чтобы фарш приготовился. Он же у нас сырой был. Обжарили! Все, ваши ленивые голубцы уже готовы. Можно их подавать со сметаной. Ну так, как подаются обычные голубцы. А можно добавить творчество. Ух, сейчас как натворю вам! Вот такие вот они – простые и очень вкусные ленивые голубцы. И самое главное – не нужна вот эта вот мелкая моторика, которая у меня с трех лет так и не наладилась. Это была программа «Украина на вкус». Кстати, а какие у вас есть любимые рецепты ленивых блюд? Обязательно напишите их нам на нашей YouTube-странице или же на нашей Facebook-странице. Я попробую их приготовить. Все, смачного! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!